Доброе утро, друзья! И как всегда пришла пора вставать, завтракать и узнавать много нового и интересного. Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Начинаем нашу зарядку. Сейчас мы разомнем наши стопы. Первое упражнение. Сначала наступаем на носочки, затем на пяточки. Поехали! И начали! И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч. Руки вперед. Делаем наклон вперед, затем поворот с руками корпусом в сторону. Сначала на правую, потом на левую. Приготовились! Начали! И раз, и два, и три, и четыре. В этом упражнении не забывайте про руки. Красивые руки. Хорошо получается упражнение. И раз, и два, и три, и четыре. Молодцы! Приступаем к следующему упражнению. Полуприседь. Это упражнение у нас называется каракатица. Мы будем переносить тяжесть корпуса с одного ведра на другое. Присаживаемся. Принимаем положение. Полностью на стопе. Ручки вперед. Полностью на стопе, полностью на стопе. Пятку ставим на пол. А, нет, это бесполезно. Приготовились! Начали! И раз, и два. Молодцы! Хорошо! Не знаю, как вам, а мне упражнение каракатица удалось с трудом. Три, четыре. Насти спину. Раз, два. Итак, приступаем к следующему упражнению. Сидя на полу. Делаем наклон назад. Руки в стороны. Сейчас мы сделаем ножницы. При этом мы напрягаем мышцы живота. Приготовились! Начали! И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тяжело жить. Гимнастки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы! Итак, приступаем к заключительному нашему упражнению на расслабление. Ноги на ширине плеч. Руки подняли наверх. Постепенное сгибание рук. Правая, левая. Затем в сторону. Две руки вместе. Приготовились! Начали! И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. И раз, два, три, четыре. Руки наверх. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы! Ну, а наша зарядка подошла к концу. Если вы хотите показать свою зарядку, то пишите и звоните нам. И не забудьте позавтракать. Пошла я отдыхать вместе с девочками. Доброе утро! Рубрика «Пара завтракать» в гостях у Ксении Дедонис. Человека, который работает на четырех работах и при этом успевает вкусно готовить. Это точно. Привет! Доброе утро! Сегодня мы готовим очень вкусное блюдо. Ландарики называются. Не поймете, для чего рыба? Скоро узнаете. Ландарики, также иногда их называют ландориками. Готовятся из рыбы или из курицы. Ксения для ландариков выбрала филе красной рыбы. Значит, грязную работу теперь гостям доверяют. Вот так вот. Это значит, все-таки доверяют. Но доверяют. Итак, рубим мелко филе и большую луковицу. Смешиваем с парой ложек крахмала яйцом. Добавляем две ложки майонеза. Ах да, соль и перец по вкусу не забудьте. Ну и в принципе, все. И хорошее настроение. А фарш обычно я готовлю с вечера, чтобы утром приготовление блюда за него всего буквально пять минут. И семья была сытая и довольная. Фарш готов. Теперь на разогретую сковородку выливается масло. И можно жарить ландарики. Процесс напоминает простую жарку оладий. У меня вообще три профессии на Альфа-канале. Но основная все-таки, хоть не основная, а по доходу, координат, проект, инструкция, как вы умеете, менеджер, координат. А еще Ксюша работает клиент-менеджером, трафик-менеджером по размещению рекламы на сайте Амур-инфо и по вечерам ведущей различных мероприятий. И, конечно же, ни на что не хватает времени. Особенно по утрам. Я очень много работаю, постоянно набегу, постоянно в движении. И завтракаю, наверное, может быть, по выходным дням. А дочка? В садике? Да, дочка завтракает в садике. Я вот такая сумасшедшая мама. Ландарики почти готовы. Выкладываем их на тарелку с зеленью. Обожаю зелень, поэтому зелень у меня всегда и везде. Поэтому держи, на, это тебе. Ландарики лучше все-таки подавать с каким-нибудь вкусненьким соусом. Соус простой и очень вкусный. Сметану смешиваем с зеленью, любой, какая есть. У Ксюши в холодильнике обитал укроп. Вкусно. Самые лучшие цветы для девушки. Шутка. Солим, приправляем любыми специями и смешиваем. Алиап, все готово. А в дополнение к завтраку я рекомендую кофе к лисе. Очень вкусно и бодряще. Тут все просто. В обычный горячий растворимый кофе добавляем пару ложек мороженого. Сахар по желанию. Ну и как всегда, звоните нам, пишите, присылайте свои рецепты. Приятного аппетита! Все, камеру выключай, давайте быстрее есть. Доброе утро всем тем, кто не спит. Настало время для очередного выпуска Кино Пары, где я, Кирилл Корпеев, рассказываю о том, как посмотреть на этой неделе кино и не пожалеть об этом. Мы ждали и дождались. На экран спустя 10 лет возвращаются люди в черном. Люк Бессон не меняется. Очередной боевик от знаменитого режиссера. Пособие по беременности в комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка». В российские прокаты выходит третья часть «Людей в черном». Для фанатов этого кино это большая радость, так как ждали они этого несколько лет. Ну а фильм, как всегда, о двух агентах Космического бюро. Агент Джей и Кей возвращаются. Все те же Уилл Смит и Томми Ли Джонс играют в третьей части проекта. На этот раз к дуэту присоединился также пока еще не знаменитый Джош Бролин. Все тот же юмор, непотражаемая актерская игра и куча мутантов-космонавтов. Куда едем, напарник? Для начала мне нужна пушка. Ты не понял, космическая? После первых двух частей я всерьез стал бояться мопсов. Когда я иду по улице и вижу мопса, мне кажется, что в какую-то секунду он скажет мне «Эй, чувак, что ты пасешь сюда?» Извините. По сценарию, в один из обычных солнечных американских деньков агент Джей узнает, что его напарник умер, причем 40 лет назад. 40 лет назад. Что? Он отправляется в прошлое, чтобы спасти друга, и, найдя его там молодым, принимается за дело. Посмотреть на защитников планеты в атмосфере 60-х – это что-то новенькое. Вот как раз на этот неожиданный ход создатели фильма и рассчитывают. Уже вторую неделю в прокате идет еще одно прокосмическое кино. В отличие от «Людей в черном», оно лишено юмора и выдержано строго в жанре боевика. Отечественное его название – «Напролом». Люк Бессон, снявший переводчиков «Такси» и «Пятый элемент», все никак не может отойти от перестрела к брутальности своих героев и космической тематике. Главный герой, которого играет Гай Пирс, отправляется в отдаленную космическую тюрьму, где на протяжении всего фильма дерется и стреляет, чтобы спасти дочь президента. Один герой, одна дочь президента, одна космическая тюрьма, напичканная убийцами. Но возникает один вопрос – откуда дочь президента в космической тюрьме? «Напролом» – это самый настоящий олдскул в жанре боевик. Это как крепкий орешек, только в космосе. И если на этой неделе вы хотите динамики, то можете смело отправляться в кинотеатр. Эта неделя, так же как и предыдущая, не лишена семейного киноюмора. Одной из комедий в эти дни стала картина с тавтологией в названии «Чего ждать, когда ждешь ребенка». Одним только создателям этого кино известно, зачем они сняли фильм про беременность, придав ему оттенок комедии с уклоном на мелодраму. Кино получилось чем-то вроде басовия для беременных, с яркими картинками и образами героев. «Чего ждать, когда ждешь ребенка?» «Чего за капитан очевидность придумывает название к фильму?» «Ребенка ждать!» В фильме показаны пять пар, жизнь которых резко меняется с осознанием скорого появления ребенка. Честно скажем, что российские реалии жизни это кино отражает мало, но забавных моментов в нем предостаточно. Таким зритель ты можешь видеть кино на этой неделе. Как всегда полный список картин смотри на сайте amur.info в разделе «Жизнь города». Ну и как всегда хороших впечатлений и отличного настроения. Ну а пока, пока.